В Канаковской станции по борьбе с болезнями животных работают 24 ветеринарных специалиста, которые за дня в день помогают братьям нашим меньшим. Только за прошлый год лечебница оказала населению более 2000 услуг. Прием, консультация и лечение. В нашей станции работают 24 ветеринарных специалистов. 12 из них работают в комбинате Дмитрова гора. Ведут в контроль качества выпускаемой продукции. Ежедневно на бойне в Дмитрова горе производится бой 1200 голов свиней. И все эти туши, можно сказать, всю продукцию они осматривают и дают заключение о благополучии данной продукции. Еще наши специалисты работают на трех рынках. На территории нашего района это универсальный рынок города Конаково, находится который на улице Баскакова, универсальный рынок поселок Макшино и универсальный рынок поселок Реткино. Разнообразные операции проводит старожил лечебница Николай Костенко. Вот уже 20 лет он помогает братьям нашим меньшим. За время своей работы он прооперировал десятки тысяч животных. Молодые специалисты тоже с радостью приходят работать в Конаковскую ветлечебницу. Хороший коллектив, положительные отзывы о работе клиники подкупают. Очень разнообразная работа, очень интересная. Как коллектив вам? Домечательный коллектив, очень теплый, очень добрый, отзывчивый. И для продуктивной работы в ветлечебнице есть все необходимое. Не так давно был произведен ремонт, закуплено новое оборудование. В своей работе специалисты придерживаются четкого плана мероприятий по особо опасным заболеваниям животных, который утверждается в главном управлении Тверской области. Согласно этого плану, привито крупно-рогатого скота против сибирской язвы 7195 голов, против бешенства 905 голов, против бешенства собак привито 3469 голов, кошек 1600 голов. Также проводится исследование крупно-рогатого скота на туберкулез. Наш район в настоящее время благополучен по туберкулезу. С каждым годом эффективность работы ветлечебницы повышается. Если в 2012 году был зарегистрирован 21 случай заболевания бешенством, то в прошлом не было ни одного. И все это благодаря своевременному проведению диагностических исследований и профилактических вакцинаций животных. На этот год уже разработан план мероприятий, направленный на снижение заболеваемости животных и предотвращение инфекционных заболеваний.